Синицына Галина Владимировна 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 несколько ролей. Я личность требует творческой самореализации. Я мама всем сердцем желает счастья своему ребенку. А к чему стремлюсь я учитель? Когда слышишь слова миссия учителя, перед глазами появляется фильм, в каждом кадре которого меняется роль учителя на протяжении времени. Хранитель знаний, занимающийся поиском и прямой передачей информации своим ученикам, выступает вместо просветителю, целью жизни которого было построение идеального общества. Но разве такое общество возможно, если не учтены интересы человека? И в кадре нашего фильма появляется учитель-гуманист, который как раз заинтересовался миром человека. Однако прекрасные гуманистические ценности нужно было сочетать с научно-техническим прогрессом. 20 век сурово требовал увеличить количество учеников, уменьшить время их подготовки. Как назвать этого учителя? Для меня это советский учитель, учитель, подаривший человечеству космос. Многие на ленте сменяются цифровой картинкой, а в главной роли уже учитель современный. Кто и что требует от него, от меня самой? А кто вообще может ожидать и требовать? Только неравнодушные. Заинтересованы сейчас в учителе все ученики образовательного процесса. Это и мой работодатель, и родители, и дети, и коллеги, и, конечно же, я сама. Каковы же требования моего работодателя? В самом широком смысле, что ждет от учителя государства? В первую очередь, конечно, соблюдение нравственных, этических, а также требования профессиональной этики. Федеральный государственный образовательный стандарт продолжает писать сценарий нашего фильма. Учитель должен владеть разнообразными приемами, методами обучения, применять современные технологии. Не следует забывать также о том, что для Российской Федерации важны все ее маленькие граждане. Именно поэтому современный учитель должен использовать специальные подходы к отдельным категориям детей. Что же кроется таким понятием в категории детей? Это обучающихся. Это подаренные ученики, которым учитель нужен как проводник при изучении дополнительных знаний. Это дети, которые были в трудно жизненной ситуации, теперь вынуждены самостоятельно изучать материал. Это маленькие граждане, которые имеют ограниченные возможности здоровья, и им нужны вообще специальные методики. Наконец-то те учащиеся, для которых русский язык не был родным, но их будущее связано с Россией. Все школьники имеют право на получение качественного образования, и работодатель как раз и видит письки учителя в том, чтобы это право было предоставлено всем. Посмотрим на наш фильм «Глазами оператора». Какие качества учителя особенно важны для родителей? Доверяя учителю своих детей, маму и папу, что-то особого отношения к своему ребенку. Учитель должен быть хорошим психологом, наблюдателем и чутким другом, способным допростить ребенку маленькие шалости и маленькие ошибки. Учитель – человек, который может просто и легко объяснить сложные вещи. Миссия учителя – показать маленькому ребенку тропинку в мир знаний, научить его эффективно использовать те методы, которые ему доступны. Наверное, родители хоть и не сознаются, но в глубине души ждут, что учитель будет любить их ребенка и найдет те талантные качества, достоинства, которые родители, может быть, порой даже сами и не замечают. Властный громко говорит о своих чаяниях и актерская труппа. Учитель не будет учителем, если рядом нет учеников. Чего ждут они, те, кто рядом каждый день? В первую очередь они ждут от учителя того, чтобы он был с ними на одной волне. Чтобы учитель вместе с ними изобретал новые и методы и формы – мыслить и делать по-новому. Здесь и сейчас. Учитель должен не просто владеть знаниями, но и уметь их творчески применить. Ребята, наверное, бы очень удивились, но их требования можно выразить таким немного старомодным словосочетания «Педагогическое сотворчество». Наш фильм не был бы настоящим, если бы у учителя не было друзей единомышленников. Какие качества ценят учителя в своих коллегах? Конечно же, профессионализм. Учитель – это практикующий ученый, способный оказать не только предметную, но и методическую помощь. Как важно иметь учителю возможность посоветоваться с другим, при этом не испытывая неловкости и смущения. Умение прийти на помощь, выручить или поддержать в трудную минуту как раз одно из самых золотых качеств учителя – миссия учителя – быть соратником. Вот и пришло время крупного плана. Я считаю, что миссия учителя сегодня – уравновесить требования всех участников образовательного процесса, при этом не теряя своей неповторимости. Закон без любви суров, любовь без закона слепа. Современный без традиций – наивно, а проверенное без нового – скучно. Сложно ли все это совместить? Да. Именно поэтому учителю должно быть время на себя, на понимание, зачем он здесь. Учителю необходимо время на занятия тем, что ему действительно интересно, что ему нравится, что его вдохновляет, дает эмоции и позволяет двигаться дальше. Ведь только увлеченный человек может увлекать за собой других. Вот только тогда учитель сможет сохранить себя, не раствориться в море противоречивых требований. Конечно, это все непросто. Но будущее принадлежит тому, кто верит в успех. Спасибо. Спасибо.